В этой лекции мы поговорим с вами о синтаксисе в речи, используемой в диссертационных работах. Сама диссертация характеризуется логической последовательностью. А это значит, что отдельные предложения и части сложного синтаксического целого, как правило, очень тесно связаны друг с другом. Каждый последующий вытекает из предыдущего или является следующим звеном в рассказе или в рассуждениях. Текст диссертационной работы требует сложной аргументации и выявления причинно-следственных отношений. Поэтому ему свойственны сложные предложения различных видов с четкими синтаксическими связями. Среди разнообразных сложно-подчиненных словосочетаний, которые используются в диссертации, выделим следующее. Особенно часто используются производные предлоги, такие как «в течение», «в соответствии с», «в следствии», «в отличии от», «учитывая» и другие. В научном тексте сложноподчиненные предложения встречаются чаще, нежели сложно-сочиненные. Это объясняется тем, что подчиняющие конструкции отражают причинные, временные, следственные, условные и прочие подобные связи. Кроме этого, части в сложно-подчиненном предложении тесно связаны между собой. Части же сложно-сочиненного предложения словно нанизываются друг на друга, образуя своеобразную цепь, отдельные звенья которой имеют независимость и легко поддаются перегруппировке. Безличные и неопределенно личные предложения в тексте научных работ используются при описании фактов, явлений и процессов. Именительные предложения используются в названиях разделов, подразделов и пунктов в подписях под рисунками и диаграммами. Письменная научная речь имеет свои стилистические особенности. Обязательным требованием объективности изложения материала является указание на источник сообщения, автора высказываемой мысли или какого-то выражения. В тексте это условие можно реализовать с помощью вводных слов и словосочетаний. Например, по сообщению такого-то, по данным, по мнению, по утверждению или как эту мысль выразил кто-то и так далее. Также научная речь полностью исключает эмоционально окрашенные слова и междометия. Так, например, если следующая фраза «посмотрите на неверующую семью, где кто-то обратился». «Я думал, что это ненависть мы к свету, но ошибался». «Они думают, он был одним из нас, стал одним из них». «Да по какому праву?» Эта фраза совершенно органично смотрится в авторской книге, но не в научной работе. Таких ярких субъективных выражений там лучше избегать. Ту же мысль можно выразить в научной работе следующим образом. Обращение человека к Богу часто вызывает негативную реакцию, отвержение и ненависть со стороны его родных и близких. Эксперименты и другие результаты исследований описываются обычно с помощью причастий пассивного состояния. Например, было проанализировано 15 мест священного писания, касающихся темы безбрачия. Использование подобных синтаксических конструкций позволяет сконцентрировать внимание читателя только на самом действии. Указание на субъект действия в такого рода текстах не обязательно, поэтому он остается неопределенным. Стиль письменной речи-диссертации – это своего рода безличный монолог. Изложение обычно ведется от третьего лица, так как внимание сосредоточено на содержании и логической последовательности сообщения. Сравнительно редко используется формой местоимения первого лица единственного числа. И вовсе не используется формой местоимения второго лица единственного числа. Авторское «я» смиряется и как бы уходит на второй план. Вместо «я» в работе используется «мы». Под этим местоимением имеется в виду не собственное мнение автора, но отражение мнения определенной группы людей, или научной школы, или, возможно, научного направления. Допустима также форма изложения от третьего лица. К примеру, автор считает. Приведем несколько примеров речевых оборотов, которые целесообразно использовать в научной работе. Например, в контексте нашего исследования. Три точки. При таком подходе становятся понятными. Продолжение. Представленные в обобщенном и довольно жадном виде идеи. Продолжение. Прежде чем перейти к рассмотрению, считаем целесообразным. Продолжение. Обратим внимание еще на одну особенность. Другие примеры речевых оборотов вы можете найти в разделе с основными материалами этого курса. Разобравшись с речевыми оборотами, отметим, что качествами, определяющими культуру научной речи, является точность, ясность и краткость. Одно из главных условий обеспечения научной и практической значимости информации, содержащейся в тексте работы, является смысловая точность. Исходя из этого, важно тщательно подбирать слова, четко формулировать мысль и избегать лексических ошибок. Не нужно перегружать работу с запутанной книжной лексикой или иностранными словами. Например, не стоит говорить ничего экстраординарного, когда можно сказать ничего особенного. Не следует говорить «мультиплицировать технологии» вместо «распространять технологии» и так далее. Часто за обилием малопонятных слов маскируется слабость или вторичность концепции. Это может насторожить рецензента. Опытный глаз легко различает грань между необходимым и чрезмерным количеством иностранных слов и терминов. Также необходимым качеством научной речи является ее ясность. Под ясностью здесь понимается умение писать доступно и доходчиво. Часто нарушение ясности изложения вызвано попыткой автора добавить работе научности. Однако нет смысла простым, хорошо известным предметам давать усложненные названия. Это делает текст неудобо читаемым. Вместе с этим нельзя отождествлять простоту и примитивность. Популяризация здесь оправдана в том случае, когда научная работа предназначена для массового читателя. К важным качествам научной речи относят также краткость. Ее реализация позволяет избежать ненужных повторов, излишней детализации и словесного пустословия. Каждое слово и выражение служат одной цели – как можно точнее и короче донести суть дела. Небрежное отношение к тексту ухудшает его восприятие. Часто краткость текста теряется благодаря наличию в нем плеоназмов, то есть оборотов речи, содержащих лишние слова, к примеру, вернулся назад или упал вниз. Плеоназмы должны стать объектом лексической правки, так как культура речи не допускает их использования. Редакционной правки подлежит и тавтология, то есть повторение сказанного однокоренными словами. Например, «спросить вопрос» – это касается и предложений с однокоренными тавтологическими выражениями или однокоренными словами. Например, «сторонники этого метода объединились воедино» или «наряду с достижениями был отмечен ряд недостатков» и так далее. «Громоздко» и «неуклюже» выглядят и многословные словосочетания типа «в мае месяце» и так ясно, что «май» – это месяц. Или, к примеру, «хронометраж времени». Слово «хронометраж» и означает измерение затрат времени на что-либо. Это и много других словосочетаний, которые не несут никакой смысловой нагрузки, должны быть полностью удалены из текста работы. Итак, в этой лекции мы рассмотрели построение предложений в диссертации, а также стилистические особенности научной речи. Продолжение следует... Продолжение следует...